Очень часто звучит этот вопрос, и он уже на сегодня банален, но он очень важен, как мне кажется. Как нам сделать так, чтобы после войны, потому что война – это такое время, когда мы все одержим ненавистью. Но у каждого есть свои потери. Я уже думаю, что нет ни одной семьи, где не было бы потерян друг или какой-то близкий человек, или, не дай бог, родственник, или не разбомблен дом, или еще что-то. Ну вот, например, у нашей семьи в Харькове разбомблена квартира, еще где-то, еще где-то. А погибли некоторые наши друзья на фронте. И для нас это уже… Я вот думаю, а как, когда наступит мир, что делать с этой ненавистью? Как ее переплавлять во что-то продуктивное, в любовь? Вот в это, знаете, спаивать? Не думаю об этом совсем. Думаю о победе, первое, и о восстановлении Украины, второе. Ненависть – это… А вы считаете, что такой проблемы нет? Я, допустим, понимаю, может быть, у вас вот нет такой внутренней проблемы, но ведь у многих же людей эта проблема есть. У меня есть ненависть, жуткая ненависть, но нет этой проблемы. Я вообще такой человек, что у меня третьего не дано. Я или люблю, или не люблю, или ненавижу. У меня нет промежуточного состояния. Немножко ненавижу, немножко люблю, такого нет. Конечно, я их ненавижу. Я им желаю, чтобы они сдохли все, кто моей стране причинил страдания и мне, чтобы они сдохли просто. Мечтаю об этом и радоваться буду, когда сдыхать буду. Но проблемы с этой ненавистью, чтобы я ее там носил в сердце, чтобы она меня подтачивала как-то, нет, этого нет. То есть вы считаете, что у нас не будет? Потому что ведь о посттравматическом синдроме писали и Ремарк, и Элдингтон, и Хемингуэй. Говорили о том, что послевоенные вот эти вот дела, они, знаете, там, они имеют значение. Вы помните, в Америке после Второй мировой там были поиски ведьм, кто прав, кто виноват, кого там с работы увольняли, очень многих людей и так далее. Это же все было в США. Поиски ведьм, думаю, будут у нас после окончания войны. Я думаю, что многих даже найдут. То есть будут и поиски, и находки. Но что касается такого, чтобы... Украинцы просто другие, понимаете? Украинцы в массе своей это добрые люди. Добрые, открытые, какие-то, может, даже и все прощающие иногда, что может и плохо. Я вообще не прощаю и не забываю. Я ничего не забываю. У меня хорошая память. Вот. Но носиться с этим? Нет, я не ношусь с этим. Это не заполняет мои... И это не является какой-то идеей фикс. Ненависть. Идея фикс – это любовь. На любви все строится. Ну вот, этого бы хотелось, да. Вот хотелось бы, да, чтобы осталось только это. Но на самом деле же любовь только созидает. Ненависть не созидает. Ненависть помогает уничтожать, убивать. А строить потом должна помогать любовь. Это безусловно. А вот вы сказали, что поиски ведьм многие будут искать и в конце концов найдут. А вот, смотрите, я удивляюсь, сколько этих тварей вообще, даже в спецслужбах. Но все эти генералы Наумовы, кто где сидит, кто куда уехал, кто куда сбежал. Как мы могли допустить такое? Ведь, смотрите, после Януковича прошло уже 8 лет. Уже же можно было всех понаходить, поувольнять, там еще что-то с ними сделать. Но почему не почистили хотя бы этих сволочей, которые там в Херсоне придавали, давали списки наших атошников, журналистов. Еще где-то, еще где-то, еще где-то. На меня многие смотрели долгие годы как на сумасшедшего. Я не исключаю, что и вы тоже, когда в интервью вам я очень часто говорил, что Украина пронизана агентурой России. Пронизана. Долгие годы я об этом говорю. Нет, я не смотрел на вас как на сумасшедшего. Вы это говорили не только вы, это говорили очень многие люди. Понял. Значит, я говорил и продолжаю говорить, что все годы независимости часть украинских президентов была агентами российских спецслужб. А кто кроме Януковича? Можно я дальше? Я дальше продолжу. Большинство председателей СБУ были непосредственными агентами российских спецслужб. Большинство министров обороны Украины были непосредственными агентами российских спецслужб. Подавляющее большинство глав администрации президента, тут я даже слово подавляющее употреблю, были агентами российских спецслужб и работали в интересах России. Значит, все было пронизано российской агентурой администрации президента, Верховная Рада, Кабинет министров, СБУ, МВД, прокуратура, армия. Руководили всем представители российских спецслужб. Украиной руководили российские спецслужбы. Я вам скажу самое главное. Их и сейчас там много на самом верху. Их и сейчас там много. Их будут разоблачать все равно, неминуемо. Будут называть фамилии. Вот мы с Арестовичем же говорили на тему. Ну вот Демченко, да, Руслан Демченко. Вот он долгие годы во власти, в разведке. Он последние несколько лет был руководителем комитета по разведке при президенте Украины. А все люди, которые знают тему, мне рассказывают. Русский агент. Шпион. И все об этом знают. Ну все об этом знают. Мне один премьер-министр бывший говорит. Только пришел я на пост, сразу убрал Демченко. А мне звонок от замминистра иностранных дел. Да, собрался убирать Демченко. А мне звонок от замминистра иностранных дел России. Карасина. Видите, я даже фамилию называю. Только попробуйте его убрать. Это наш человек. Но он его убрал. И схватило. Вот я Арестовичу говорю, мы с ним гуляем по Киеву. Говорю, ну все знают, что это русский шпион. Так его уволили по состоянию здоровья сейчас. Оказывается, он болен. Но это же не годится так. Чем? А? Чем? Оказывается, он болен. Это же не годится так в военное время.